Здравствуйте, дорогие друзья! Я хотел бы высказаться по поводу предстоящей сегодня передачи на РЕН-ТВ, посвященной группе Агата Кристи. История создания этого материала примерно такая. Сначала меня очень долго уговаривали, чтобы я в этом поучаствовал, потому что я не хотел. И, соответственно, согласился я только при том, что мы договорились, что я буду оказывать консультационные услуги, и весь материал со мной будет согласован. И у меня будет возможность заранее, начиная с этапа сценария и расшифровки интервью, принимать участие в процессе. Соответственно, все это, к сожалению, не было осуществлено. Вместо этого мне посовывали различные договора несколько раз. Я их подписываю, их уносили, мне копии мои не возвращали. И что продолжалось какое-то время. В результате я увидел уже анонс передачи. Все наши осуществления договоренности, естественно, были никак не выполнены. Люди, которые обещали мне хотя бы показать эту передачу перед эфиром, просто перестали отвечать на звонки. Когда я понял, что меня в очередной раз обманывают телеканалы НТВ или одна его из редакций, я осуществил несколько писем, написал, чтобы предъявить свои требования. Ну и в ответ я вам сейчас покажу. Очень смешное письмо пришло о том, что теперь видеокадры, которые я там передавал, я передавал кадры поездки в Сирию, в Донбасс мои личные, они уже являются частью какого-то их произведения целостного. И чтобы, значит, передача не вышла, я им должен компенсировать убытки в размере 10 миллионов рублей. Например, такая история. Вот, поэтому я понимаю, что сегодня фильм будет показан, но отвечать за то, что там показано, не могу. Вот, предполагаю, что линия однобокого освещения как Агаты Кристи в целом, так и конкретной ситуации моей с Глебом будет продолжена. Ну и, собственно говоря, посмотрим, что там будет в этом фильме. Ну, конечно, меня в очередной раз поставил себе галочку о том, что журналисты редакции канала НТВ почти мошенническим способом себя ведут, что, конечно, не соответствует тому понятию о журналистике, которое я, в общем, считаю приемлемой для себя и для журналистов. Вот, например, такая история. Все, на связи, посмотрим, что они там сегодня понаделают. После этого дадим комментарии.